В заключительном матче домашнего тура в высшей лиге А волейболисты Тюмени уступили Тархану и Стерлитамака. Хотя все могло сложиться по-другому. Первую партию хозяева отдали в равной борьбе 23-25. Во второй, казалось, ход встречи переломили. Тархан набрал лишь 17 очков. Ударно начался и третий отрезок. Тюменцы вели 16-9, но непостижимым образом уступили вновь 23-25. В переломном в этой игре была третья партия, когда мы очень много проигрывали. Очков 8 разрыв был. Но ребята сумели собраться и довести дело до победы. А правиться от шока так и не получилось. Вновь злосчастные 23-25 в четвертой партии и поражение 1-3. Свой отпечаток. Это болезнь и карантин. Все-таки отложил. Ребятам претензий никаких нет. Что могли тут сделать. МФК Тюмень вернул себе единоличное лидерство в чемпионате Российской Суперлиги. В повторном матче шестого тура в Екатеринбурге сибиряки взяли реванш у Синары, хотя счет открыли хозяева. Благо, опытнейший легионер Таффи прямым ударом со штрафного шансы выровнял. А в середине первого тайма тюменцев вывел вперед Максим Емельянов. Он отличился с передачи Сергея Крыкуна. 2-1. Однако урало-сибирское дерби скучным никогда не бывает. Сразу после перерыва Валерий Демин грамотно разобрался с Лео Гужуэлом. Правда, и тюменцы не желали покидать Екатеринбург на счете. Больше всех проводящий классный сезон не ведров. Что он и доказал, оформив дубль. Один мяч уральцы отквитали. Дмитрий Прудников замкнул на дальней штанге прострел Антона Соколова. Тем не менее, победный результат сибиряки удержали. 4-3. Здравствуйте! В эфире новости спорта, подготовленной агентством Тюменская арена. Главный мини-футбольный клуб области вернул себе единоличное лидерство в чемпионате российской суперлигии. В повторном матче шестого тура в Екатеринбурге команда Николая Иванова взяла реванш у Синары. В столицу Урала с командой не смогли поехать Сергей Логинов, Виллиан, Андрей Батырев, Сергей Абрамович, Артем Антушкин и Данил Карпюк. Будто этого было мало, ко многочисленным потерям перед вторым матчем добавилась дисквалификация Ивана Милованова из-за перебора желтых карточек. Поэтому мало кого удивило, что на старте встречи хозяевам удался быстрый гол. Мяч в сетку с острого угла отправил Никита Фахрудинов. Сибирьки, будто позабыв о проблемах с комплектацией состава, взвинтили темп и провели в ответ несколько опасных атак. Как следствие, на девятой минуте Бруно Таффи прямым ударом со штрафного сравнял счет. До перерыва соперники создали массу голевых моментов, но забить удалось только тюменцам. Валерий Демин и Павел Карпов попадали в перекладину. Камиль Гирейханов с дабл-пенальти не смог переиграть голкипера Уральцев Зураба Калмахилидзе. Зато Максим Емельянов с передачи Сергея Крыкуна вывел гостей вперед 2-1. В процессе игры тяжело поменять настройку. Вроде давай-давай, а и моменты создавали. Оно все, оно все, не идет. В начале второго тайма хозяева положения выровняли. Валерий Демин грамотно разобрался с Лео. Правда, и тюменцы не желали покидать Екатеринбург на счете. Больше всех проводящий классный сезон Денис Неведров. Он оформил дубль. Естественно, уральцы пытались отыграться, но смогли лишь сократить разницу в счете до минимума. Отличился многоопытный Дмитрий Прудников. 4-3 тюменцы заслуженно увезли 3 очка из столицы Урала. У нас тоже футболисты умеют в футбол играть. И сегодня качество игры, я скажу, наверное, на 70%, а не 100% еще, потому что не все восстановились от нас, не все еще показывают ту игру, которую хотелось бы в дальнейшем. Ну а так я в целом доволен. Я горжусь своими ребятами. Хоккеисты Рубина провели самый незабываемый матч в рамках не только нынешнего сезона чемпионата ВХЛ, но и всего календарного года. Потому что такие матчи помнить надо обязательно, чтобы больше не повторились. Сибиряки в Орске не только растеряли преимущество в три шайбы в поединке с Южным Уралом, но и потерпели поражение в овертайме. Хотя не обошлось и без положительных моментов. В стартовом отрезке тюменцы получили 5-минутный штраф, но со всеми порывами хозяев его реализовать справились. А как только перевели дух, сами отличились дважды. Сначала Дмитрий Лютов неожиданно подключился к атаке и сыграл как заправский нападающий, оказавшись глазу на глаз с вратарем уральцев. Еще один импровизированный булит реализовал Егор Бабенко, а во втором периоде Вадим Хлопотов, последовав заразительному примеру партнеров, тоже реализовал выход 1 на 1. Начало матча, казалось бы, лучше не придумаешь. Что при счете 3-0 может пойти не так? Оказывается, все, потому что далее шайбы влетали только в сетку рубина. Успех Арчанам приносили броски от синей линии и активная работа на пятачке. С интервалом менее чем в минуту Никита Коротков и Константин Чебатаев сократили отставание до минимума, после чего лавры героя на себя примерил Андрей Ривацкий. Еще до второго перерыва он восстановил статус-кво, а когда дело дошло до овертайма, принес победу Южному Уралу в 4-3. Тем не менее, тюменцы продолжили серию, в рамках которой набирают очки в каждой встрече. Таких насчитывается уже 11 к ряду. Дубль Кирилла Абрамова не помог резерву рубины из Тюменского легиона набрать очки в повторном матче чемпионата МХЛ с омскими ястребами. Хозяева провели достойную встречу, отчего итоговое поражение и еще обиднее. Подопечные Валерия Тушенцова даже открыли счет. Александр Лужин нашел Абрамова передачи со своей половины площадки. Затем они же на чужом пятачке показали, что Ларчик открывается просто. Обе игры были серьезными, но как команда показала, руки никто не складывал, все старались, бились. Омские ястребы – команда мощная, быстрая. Где-то чуть-чуть не успевали, но по парням было видно, что никто не хотел проигрывать. Свой статус ястребы начали подтверждать вскоре после допущенной оплошности. Тюменцы не побоялись поддерживать высокий темп, заданный гостями, но дважды совершили роковые ошибки. Как результат Андрей Мигур и Владимир Машков вывели пернатых вперед перед третьей 20-минуткой. Но в ней уже легионеры сделали заявку на волевой успех. Артем Васюков кистевым броском зажег красный свет за воротами омичей. У нас и выход из зоны, и среднюю зону проходим. И в зоне атаки мы создаем моменты, что у нас это было не так часто. Мы заходили в зону, бросали раньше, сейчас мы с розыгрышем можем, можем сразу с атакой первой сыграть. Но уже идет какое-то разнообразие, уже результат к этому неплохой. Где-то подключаем защитников и идет броски, нацелено, все туда. Ну, команда двигается, растет, не стоит на месте. Хозяева пробовали вырвать победу, но вместо этого нарвались на две контратаки. Олег Тетерин и Илья Рейнгард сделали отставание тюменцев критическим. Положение их могло стать еще хуже, когда за 6 минут до сирены Абрамов схлопотал удаление. Но легионеры выстояли, а появившийся из штрафбокса форвард тут же подключился к атаке и максимально взвинтил интригу матча 3-4. Ну, на самом деле, когда удаление было, в тот момент у меня было главное, чтобы не забили, чтобы команда не пропустила и были какие-то шансы отыграться. В конце чуть не хватило, старались перевести шайбу в их зону, накладывать через защитников, но, к сожалению, времени не хватило. Как и днем ранее, хозяева уступили с минимальным счетом. Причем и на сей раз им, по сути, не удалось выпустить налет шестого полевого игрока. Алексей Щетилин покинул свой пост лишь за 5 секунд до финальной сирены. Нам соперник не дал шанса этого сделать. У нас все было, вот даже мы в конце успели, да, и то это на границ там получилось, что шайба, как говорится, неизвестна была, чья наша или соперника. Мы из-за нее постоянно боролись, цеплялись, и в борьбе это все было. И вратарю поэтому он и сам, он игру эту контролировал и не мог смениться. А вчера вообще они нам шансов не предоставили на смену. Мы практически на выходе зоны уже в среднее, они нас прихватывали, и мы не могли в зону зайти, чтобы сменить вратаря. Сибирьки остались на 12-й строчке дивизиона «Восток». Впереди их ждет непростой выезд. 17 и 18 ноября они встретятся в Уфе с местным толпаром. Спортшкола «Формейшн Вера» «Дети» открыла новый сезон. Предыдущие из-за пандемии пришлось завершать в онлайн-режиме. Впрочем, и в тех условиях с юными танцорами активно проводили и занятия, и даже соревнования. Сегодня маленькие воспитанники и их наставники счастливы вернутся в залы. Филиалов «Формейшн Вера» «Дети» в Тюмени уже едва ли не полсотни. Работать в спортшколе начинают с дошколятами 3-4 лет. В этом возрасте главная задача наставников – сделать так, чтобы из простого веселья с забавными движениями тренировки для детей незаметно превратились в настоящее увлечение. А зал стал местом, где появляются новые друзья. У родителей тоже есть повод для радости. Они отмечают, как тренировки сказываются на здоровье их чад. Повышается иммунитет, так как это занятие спортом, что показало на самоизоляции, как они занимаются, потому что ребенок мокрый был после 40 минут занятий. Безусловно, на осанку это влияет, на координацию, на стрессоустойчивость, на какое-то развитие воли, выносливость. Выбор школы – первый важный шаг. Далее многое зависит от контакта с наставником. Понятно, что с годами зарекомендовавшей себя системе «Формэйшн Вера» трудятся профессионалы, являющиеся не только гуру танцевального спорта, но и хорошими психологами, которые умеют находить контакт с детьми. У нашего тренера индивидуальный подход к каждому ребенку. То есть она всегда отзывчиво отнесется, она и подскажет, и направит. Я вижу, как мой ребенок тянется к тренеру, и для нее тренер – это как идол, как она ей рассказывает, объясняет. Она потом мне это все пересказывает с таким азартом и говорит, что я бегу на тренировку только ради Виктории Андреевны. Понятно, что спорт для дошколят на самых первых порах – это больше про хорошее здоровье, социализацию детей, приучение их к ответственности и дисциплине. Но даже в таком возрасте кто-то уже может влюбиться в танцы и обнаружить в себе талант. Задача наставника – ни на ком не ставя крест, отмечать перспективных ребят. Дети есть талантливые, дети есть способные. То есть мы не можем сразу сказать, вы не способны, вы никогда не будете танцевать, потому что, когда откроются эти способности, непонятно. Талантливых детей видно сразу, они сразу слышат музыку очень хорошо, они сразу гениально за тобой повторяют. И ты видишь, подмечаешь его в копилочку себе, кладешь, говоришь, а вот я буду с тобой дальше еще работать. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте asnta.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова